Веденье и цель в жизни Птицы, они знают, для чего они созданы Рыбы, они знают, для чего они созданы Животные, насекомые Все работают в своей сфере Знаете, почему они не потеряли цель? Потому что они никогда не грешили Мы с вами потеряли цель Потому что Адам и Ева Согрешили и выпали из Божьего присутствия Из Божьей цели Бог создал нас быть в нем И только в нем мы имеем цель Когда мы потеряли общение с Богом Мы потерялись с вами полностью Кто-нибудь когда-нибудь видел муравья Который вылез из своего муравейника Лег на солнышке и сказал А мне вообще пополам, что вы тут палочки носите Я вообще ничего не буду делать Мне вот нравится вот около муравейника загорать Я не видел Они четко знают свою дорогу Они четко знают, что нужно запасаться Они четко знают, что нужно делать Человек в то же самое время Потерянное существо Без Бога, братья Все, что вы здесь получили Услышали Повезете домой с собой Какие-то переживания Боги Если вы в своей жизни не получите цель И вы не отдадите свою жизнь ему Вы очень быстро все растеряете Например Маленький пример Если ты не пользуешься какой-то вещью Она в твоей жизни теряет смысл И ты ее убираешь из своего вообще Из существования своей жизни Ты убираешь эту вещь Когда космонавты идут в космос Когда они идут в космос На длительный период времени На 3-4 месяца, полгода Они, космонавты Когда приходят назад Они заново учатся ходить Заново учатся держать ложку в своих руках Заново учатся одеваться Я видел хронику космонавтов Которые документальные съемки Когда они прилетают на землю И их сразу садят в кресло Знаете, с колесами На кресло каталку такую И их катят Они не могут даже ходить Они заново учатся жить И я Вы знаете, я смотрел эти кадры И Дух Святой давал мне урок Он говорит Когда ты не пользуешься тем Что я дам тебе Или даю тебе Оно отмирает в твоей жизни Как мышцы у космонавта Он ими не пользовался Там невесомость Ему не нужно было пользоваться Напрягаться, вставать Он просто спокойно плавал себе В невесомости Но в то время Когда он пришел на землю Эти мышцы, которые раньше работали Они были полностью атрофированы Ему надо заново было учиться все делать То же самое в нашей жизни, братья Если мы не имеем с вами цели Все, что мы с вами получили здесь Оно растворится Оно нам просто не нужно Еще один пример Когда ты идешь В полицейскую академию Если есть люди, которые хотят стать полицейскими Они говорят, что Полицейские, когда Полностью в обмундировании То есть бронежилет На нем обоймы висят Рация, пистолет То есть он полностью обмундирован Со всеми, знаете, полностью Он говорит, на нем около 60 паундов Висит веса И все эти вещи Ему нужны для жизни В какой бы ситуации он ни был У него есть патроны У него есть рация У него есть пистолет и так далее Бронежилет Все это ему нужно Скажите мне, какой нормальный человек Если он не служит в полиции Будет каждый день вставать и одевать на себя 60 паундов Веса Тебе не нужен бронежилет Потому что ты не идешь туда, куда идет полицейский Не так ли? Тебе не нужен пистолет Потому что ты не встречаешься в ситуациях В которой каждый день встречают полицейские Тебе не нужна рация Потому что ты ни с кем не связан Поэтому Даже если я навешу на тебя все эти вещи Ты походишь в них два дня И ты скажешь Они мне не нужны Они мне не нужны И все, что ты сделаешь Ты придешь домой, ты снимешь это все Потому что ты этим не пользуешься То же самое и в ведении, братья И то, что вы получили здесь Если у вас нет цели Куда употреблять все, что вы получили Даже не сомневайтесь Это все вами будет отложено на полочку Когда вы приедете домой Но если вы действительно хотите удержать огонь И родные мои Это только начало Некоторые люди думают Что энкаунтер Это завершение всего Энкаунтер, встреча с Богом, братья Это самые первые шаги в Боге У Бога есть огромная-огромная мечта для тебя Вы знаете, многие говорят То, что вы делаете Вы делаете мизер Мир катится в ад Мир катится в, знаете, в пропасть Я говорю, представьте Если бы каждый делал мизер Если бы каждый, прошедший через встречу с Богом Хотя бы повлиял на свое окружение, братья Хотя бы свое окружение Я не иду далеко, братья Я не говорю тебе идти захватывать нации Хотя бы на свое окружение Вы даже не представляете Сколько бы было изменено И не просто сказать им о Боге И сказать, ну, пусть я Бог благословит А стать в пролом За свою, за свою семью Стать на колени Пойти в пост и сказать Моя семья будет спасена Они будут иметь такой же дух Они будут так же, как и я Они будут спасены Они будут иметь ведение, как и я Вы знаете, братья Много лет назад Где-то около 12 лет назад Была моя личная встреча с Богом Я очень любил Бога Я познал Бога У меня было 5 аварий Бог меня приводил к себе В один год случилось 5 аварий Бог приводил меня к себе И когда я покаялся Живых церквей вокруг не было, братья Не было живых церквей В церквях просто было Было слово немножко Иногда хорошее слово Иногда гости приедут Но не было жизни И около 12 лет назад Я был еще молодым парнем Я отдал свою жизнь Богу И я получил крещение Святым Духом Я подошел к одному из Диаконов, из служителей церкви И спросил его Говорю, брат, служитель Говорю, что мне теперь делать? Я вам немножко о себе уже рассказал Я был человеком Знаете, если у меня Падала планка Я это делал на все 100% Или я вообще не брался Есть люди максималисты Я вхожу в категорию людей максималистов Или я вообще не делаю Я вообще даже руки не хочу Или если я берусь Я доведу Я вылежу эту вещь Я ее доведу до самого совершенства Я не знаю почему И меня всегда Знаете, как Если я что-то не доделал Я спать не могу лечь Я иду и доделаю Иду дописываю Иду допечатываю Это не знаю Вот такая натура просто Я когда подошел К этому пастору Вернее к служителю Я сказал Я говорю Брат-служитель Я говорю Что мне теперь делать Он говорит Ты получил Духовное крещение Я говорю Да Говорит Ты водное крещение принимал Ты сделал завет с Богом Я говорю Да, я сделал завет Я принадлежу ему Он говорит Ты член церкви Я говорю Конечно Я участвую в преломлении Я член церкви Он говорит Ну все Говорит Ну все Теперь успокойся И жди пришествия Бога Не греши Говорит Стой чистым Если что Говорит Мы помолимся за тебя Я говорю Что это все Он говорит А что тебе еще нужно Говорит Ты чист Ты спасен Говорит Просто жди теперь Бога Я реально говорю Это был мой разговор Со служителем Здесь в Америке И Это настолько Знаете Как вам сказать Такой На меня Такой гнев Пришел Я развернулся Я ушел Я хлопнул Дверью Я сел в свою машину Я уехал домой И я сказал Я в эту церковь Больше никогда Не прийду И я встал на колени И я сказал Богу Братья Послушайте мне Внимательно Я рассказываю вам Сейчас Настоящую историю Я закрыл двери В своей комнате И я сказал Богу Я с людьми Закончил разговор Меня люди Больше не волновали Я закрыл дверь В своей комнате И я сказал Бог Я даю тебе Неделю Одну неделю Ты должен Ты должен Если за эту неделю Ничего в моей жизни Не произойдет Великого Не просто там Знаете Мне хорошо стало Бог меня напомнил Великого Какая-то слава Божья Если не придет В мою жизнь Я в церковь Больше не пойду И ты Не существуешь Я с Богом Разговаривал Очень прямо И очень честно Братья Я стою перед вами Здесь живой свидетель Что Бог Живой Я закрыл дверь Я хлопнул И по какой-то Странной причине Сила Духа Святого Я не знаю Я думал Я Бога оскорбил Знаете Я Богу так Высказал все в глаза А самое интересное Что он именно И ждал этого момента Он именно И ждал кого-то Дерзкого и наглого Которому он сможет дать Который придет И скажет Бог Я так больше жить Не могу И не хочу Если ты не начнешь Двигаться В моей жизни Я тебе служить не буду Очень странная молитва Я думал Что я обидел Бога Но самое интересное Я почувствовал Что я коснулся Сердца Бога И по какой-то Странной причине В этот же день В этот вечер На меня сошла Такая слава Божья И я начал молиться На ином наречии Целую неделю День и ночь Я просыпался Я молился На языках Я засыпал Я молился На ином наречии Какая-то сверхъестественная Сила сошла на меня И я не понимал Что и о чем я молюсь Я молился в духе Самое интересное Проходит ровно неделя И Бог мне говорит У тебя есть друг Отступник С которым вы вместе Раньше грешили Я знаю этого друга Его зовут Сергей Бог говорит Едь к нему Он сегодня должен покаяться И получить духовное крещение Можете представить меня Небольшой парень Который получил Слово от Бога Куда я поеду Кого я буду каять Кто там дома Духовное крещение Должен получить Бог говорит Ты хотел силы Говорит Теперь слушай то Что я тебе скажу И я прям почувствовал Что Бог влечет меня Ехать к этому человеку Я поехал к этому человеку Он сел в мою машину Он сказал Я не хочу дома каяться Я не хочу Поехали к тебе Мы поехали ко мне Когда я ему начал Смотреть в глаза И говорить о живом Боге Он не выдержал Он расплакался Встал на колени И отдал свою жизнь Иисусу В этот же вечер Он получил духовное крещение И потом Нас уже стало двое брать Мы сказали Сергей У нас с тобой есть Целая банда пацанов С которыми мы раньше Знаете Оружием торговали Там разные там Девчата В общем люди Люди далекие от Бога Мы поставили с ним Мы с ним пообещали Друг другу И сказали Мы будем молиться Мы составили список Наших друзей И мы сказали Мы будем молиться До тех пор Пока все эти люди Не придут к Иисусу И мы сказали Господь Мы будем молиться Чтобы в неделю Приходил один наш друг В неделю За одну неделю Мы будем молиться И мы разбили нашу Сколько недель Мы будем поститься И молиться И только мы начали Молиться и поститься За этих людей Братья За одну неделю Покаялись все Все мои друзья Которые не знали Бога Все мои друзья Которые не знали Иисуса Христа Они покаялись Потому что Я перед Богом Стал честно на колени Я не шутил, я отложил всю свою жизнь. И я сказал, вот это да. Они все получили духовное крещение у меня же в доме. Братья, с того момента сила Божья стала настолько сильно действовать в моей жизни. Я думал, во, наконец-то я получил. В моем доме, в двухбедрумном дуплексе, приезжало по 60 человек получить исцеление, освобождение и прикосновение Божье. Через мой маленький дом прошло очень много людей, очень много молодежи получило духовное крещение. Но ровно через три месяца Иисус это забрал. Но внутри у меня осталась, знаете, обида на Бога. И я сказал, Господи, зачем Ты меня так обманул? Ты мне дал это пробуждение, я вкусил Тебя. И теперь, я теперь не смогу Тебя бросить. Потому что я познал Тебя, я встретился с Тобой. Бог говорит, вот в этом и заключается все. Он говорит, сейчас Ты не готов работать для меня, потому что я еще очень много должен произвести с Тобой работы. Но, говорит, я поселил внутрь Тебя что-то, что Ты никогда не сможешь убрать из своей жизни. Я настолько, знаете, был огорчен, что пробуждение ушло. Я остался один опять в своей комнате. Друзья разошлись по церквям, они, многие из них до сих пор христиане, не спасены. И я закрылся в свою комнату, братья. Я встал на колени. Я включил музыку. И я молился шесть часов. Я не вставал с колен, шесть часов. И интересно, потом я уже потерялся во времени. Я помню только, что я молился шесть часов. Я помню, что я встал в одно время. И я помню еще свое сознание в другое. Я молился, я лежал на полу, знаете, головой вниз. Я никогда не ждал видения, ничего. В этот прекрасный момент, братья, когда я молился, я открываю свои глаза, и я вижу, как стоят босые ноги. Меня пронизало. Вся моя жизнь меня начала трусить всего. Когда я начал подниматься и поднимать мои глаза, я увидел, в моем доме стоит Иисус Христос. Я не шучу. Я видел настоящего Иисуса Христа. Он вошел ко мне. Он протянул ко мне руки. И Он просил меня взяться за руки. Мне настолько было страшно. У меня был один вопрос к Богу. Зачем Ты пришел ко мне домой? Я был в шоке. Я не мог поверить, что сам Бог пришел ко мне домой. Я когда поднял руки, мое тело не выдержало, и я увидел, как мое тело упало. Но мой дух остался. Я не знаю, как вам это объяснить, но я вам объясню, как это было, братья. Мой дух остался. Я видел себя. Я повернулся назад, я смотрю, еще я лежу. Еще один лежит, и я смотрю, это я. А я смотрю, что мое тело, оно не выдержало присутствия Божьего, и оно просто отключилось. Но мой дух, он все видел. И он говорит мне, возьми меня за руки. Я взял его за руки на третий раз. Я боялся взять за руки. На третий раз я взял его за руки. За кончики пальцев. Я как сейчас помню. Я взял его за кончики пальцев. У меня так страшно было. Вы даже не представляете, меня всего трусило от присутствия Иисуса. Я не рассказываю сказку. Это Бог-свидетель. И в этот момент из его рук начала вытекать теплая жидкость и заполнять меня. Меня как будто стало наполнять снизу доверху. И я не мог понять. Я спрашиваю Бога, что это? Что это втекает? Он говорит, это откровение, которое я даю тебе на всю твою жизнь. И когда ты будешь говорить, люди будут слышать твои темы. Он говорит, это мне сказал Иисус 12, почти 13 лет назад, братья. Он говорит, ты будешь говорить, и твои слова будут изменять жизни. Он говорит, когда где-то люди в другой стране, в другом штате будут ставить твой диск, они будут меняться. Потому что это Я. Потому что это Я вошел внутрь тебя. И Он мне сказал, мне нужен человек, который будет полностью продан на всю свою жизнь мне. Мне нужен человек, на которого я смогу полностью положиться, что я хочу дать ему. И я ему говорю, Иисус, это Я. Он мне говорит, подожди, перед этим я покажу тебе всю твою жизнь. Хотите, верьте, братья, хотите, нет. Я рассказываю вам истинную правду, Бог свидетель, что это все было, то, что я вам говорю, слово в слово. Он говорит, перед тем, как ты согласишься, я покажу тебе всю твою жизнь. Он держал меня за кончики пальцев. Эта жидкость продолжала втекать в меня. И здесь я вижу, кем я должен быть. Я вижу тысячи спасенных людей. Я вижу огромную славу Божью. Я вижу Дух Святой, который действует над всеми людьми, касается жизни, изменяются судьбы, выходят бесы, крещение Святым Духом, исцеление болезней. Я вижу тысячи людей. Бог мне показал всю боль, через которую я должен был пройти. Он мне показал развалы церквей, развал церкви, в которой я был, первая моя церковь, в которую я начал, она развалилась. Столько много ран, люди попрали меня, люди растоптали меня. Выбросили на улицу и сказали, ты не пастор, ты никто. И мне нужно было где-то 4 года исцеляться, чтобы потом опять встать на колени и начать служить Богу. Бог показал мне все. Когда Он убрал, когда я открыл глаза, я где-то за минуты две, братья, я прожил всю мою жизнь. Я не знаю, как вам это назвать. Я прожил свою жизнь от рождения до своей смерти. И потом Иисус мне говорит, на почве того, что ты видел, согласен ли ты пройти через боль, пройти через неимоверные проблемы, но, говорит, у тебя будет огромный плод в твоей жизни. Не сейчас, но скоро. Я говорю, да, Иисус. Он задает мне вопрос второй раз. Готов ли ты служить мне до конца твоих дней? Я говорю, да, Господь. Он смотрит мне в глаза, братья, Он смотрит мне в глаза и говорит, я спрашиваю тебя последний раз. Потому что после этого даже, говорит, я не смогу остановить ничего. Я говорю, да, Иисус. Я стоял, плакал, я держал Его за руки и сказал, я люблю тебя. И всю мою жизнь я обещаю посвятить только тебе. Только тебе. Он говорит, я даю тебе. После этого Иисус исчез. Практически все, что я видел, мою жизнь, было стерто. Я только запомнил один фрагмент тысячи спасенных людей. Больше ничего. Иисус все остальное забрал. Братья, я знаю только одно, что я выпросил у Бога что-то, что даже я сам не способен остановить. В меня вошло что-то, что даже сам я не могу прекратить или выйти из этого. Я больше не могу. 13 лет у меня не было ни разу отступления, никогда у меня не было мысли отойти от Бога. Что-то вошло в меня и забрало мою жизнь у меня. И я настолько благодарен Богу за это, что даже сам я не могу остановить себя. Сам я не способен сказать, слушай, я больше не буду проповедовать или я устал. Что-то внутри меня движет. Братья, это называется ведение и цель. И я молюсь, на всех энкаунтерах мы молимся с командой, чтобы Бог коснулся вашей внутренности и вошел внутрь вас настолько сильно. Не ждите знамений, чудес. Я у Бога этого ничего не выпрашивал, просто Богу нужен был человек. Бог до сих пор нуждается в людях, родные. Через меня одного Он много не сделает, но через нас всех Он сделает массу работы. Каждый из нас это частица Его, которая должна принести плод. Братья, видение. Поэтому дьявол так ненавидит нас. Поэтому он так яростно пытается остановить нас. Один случай, который я слышал, он настолько коснулся моего сердца. Я сейчас поделюсь с вами этим случаем. Это был настоящий случай. Один мальчик, которому было где-то может быть семь-восемь лет, семь-восемь лет было этому мальчику, и он ходил по берегу моря. Когда был огромный шторм, огромный шторм, на берег выкинуло морские звезды. Выкинуло множество, тысячи морских звезд. Берег был усеян звездами. И этот мальчик, маленький мальчик, он ходил, брал эти большие звезды. Они были, знаете, морские, тяжелые, большие звезды. Не маленькие звезды, большие звезды. Он брал звезды, и он по одной звезде, он носил в океан и отпускал. Потому что, если вы знаете, что такое морская звезда, она наполнена водой. Если она на берегу, вода выходит, и морская звезда, она не может ползать, она может ползать только по дну моря. она по песку не может ходить. И он брал по одной звездочке и носил. Звезд было тысячи. И один мужчина шел. И он прогуливался со своим животным, по-моему, с собакой, он прогуливался по берегу. И он увидел этого мальчика. Он увидел, что мальчик был уставший. Он был мокрый, он был грязный, в песке, в воде, в пене. Он носил эти звезды. И он говорит, мальчик, разве ты не знаешь, что большинство из этих звезд умрет? Говорит, солнце уже вышло, и буквально несколько часов звезде нужно полежать, и она высыхает, она умирает. Он говорит, большинство из них умрет. Ты, что ты тут, капля в море? Вы знаете, и мальчик сказал слова, которые до сих пор в моей голове звучат. Он посмотрел на него и сказал, да, дяденька. Говорит, всем я не помогу. Но, говорит, тем, которым я помогу, они будут жить. И когда я встал на это служение, и мне люди говорят, разве ты не видишь, сколько погибает людей? Я говорю, мне все равно. До тех, до которых я достану, они будут спасены. Братья, Бог ищет людей, посвященных. Бог ищет человека на земле. Он не сделает из вас служителей. Он ищет, кто отдаст ему свою жизнь. Даже про Давида, братья, написано, что искал я мужа по сердцу моему, и нашел я Давида, который исполнит все намерения сердца моего. Я нашел Давида. Другими словами, братья, Бог не делает из вас служителя. Бог смотрит на ваше сердце и ищет тех, которые захотят. Мы находимся в ведении, которое называется G12. У каждого из вас в папках находится маленькая страничка. Она называется «Я и мои 12». Возьмите ее. Братья, это именно те 12 человек, до которых вы должны достучаться за всю свою жизнь. Бог не требует от вас много. Иисус спас 12 учеников. Он научил их. Он изменил их жизни. И Он отпустил их служить. Может быть, ты в своей жизни не достижешь многого, братик. Но я прошу вас, вот эту страничку, впоследствии вашей жизни, братья, впоследствии времени, которое у вас будет на этой земле, заполните. Людьми, которые вы хотите, чтобы были спасены. Заполните эту страничку теми. Может быть, у вас нету 12. Может быть, у вас всего есть, может быть, 2, 3, 5 человек. Запишите их сюда. Повесьте этот листик на самое видное место. В вашем доме. И каждый день возлагайте на него руку. И провозглашайте спасение этих людей. И вы увидите, братья, как один за одним эти люди будут спасены. В конце этого листика есть телефонный номер, который ты можешь позвонить и записать своих друзей. Родные братья, и с этого вы начнете служить Богу. Бог не требует от вас ничего. Дорогие братья, Он ищет людей, которые согласятся работать для Него. Бог от вас ничего не требует, братья. Бог не заставляет вас. Бог просто ищет, любимые братья. Кто отложит свою жизнь? Кто отложит свои дела? Кто отложит всю, всю свою жизнь, суету? И скажет, дорогой Иисус, Я буду служить Тебе. Дорогой Иисус, Я отдаю мою жизнь Тебе. В наше время, братья, христианство стало рассадником греха. В церквях можно увидеть простые вещи, уже на них никто не обращает внимания. Разводы, предательство, зависть, ненависть, ложь, воровство, поклонение идолам, материальным вещам, бизнесам, деньгам. Это все нормальные вещи, уже даже на это никто внимания не обращает. Братья, поднимется ли кто-то в этом мире, который станет в пролом? Вы знаете, каждый энкаунтер, который проходит, братья, мне очень прискорбно, но я вам это скажу. Мне очень жаль, но после каждого энкаунтера всего лишь один или два человека. Проходит энкаунтер 15, 20, 30 человек. И после каждого энкаунтера всего лишь один или два служат Иисусу. Все остальные, братья, уходят в свою жизнь. И мне так жаль, мне так жаль, что я не могу этот процент увеличить. Я не могу, братья. Мне так бы хотелось, чтобы хотя бы половина служила Иисусу. И я просто каждый энкаунтер, я молю Бога, я молю Бога перед энкаунтером. Я говорю, Господи, ваши имена у нас на списках. Мы перед энкаунтером за неделю мы молимся и постимся за вас. Я ложу руку на этот список, братья, на ваши имена. И я говорю, дорогой Иисус, кто из этого списка будет следовать за тобой? Кто из этого списка будет следовать за тобой? Кто посвятится тебе? Я не знаю. И поэтому я служу всем одинаково. Но я знаю, дорогие братья, что это слово, оно останется у вас в сердце. Я не тот пастырь, не тот проповедник, ребята, который просто тратит время попусту. Я служитель Иисуса Христа. Я здесь представляю Его Царство. Когда ты будешь со мной говорить, все, о чем ты будешь слышать из моих уст, это Иисус, Иисус, и то, что делает Иисус. Я посвящен моему Богу на все сто процентов. У меня нет другой жизни. И другой жизни, родные, я не хочу. Я не желаю. Если ты думаешь, я когда-то задал Богу вопрос, братья, как раз, когда Он ко мне приходил. Я говорю, Иисус, кто такая невеста? Кто такая невеста, Иисус? Он мне сказал, это та, которая полностью продана мне. Он сказал, что, говорит, в невесту я не выбираю людей. Он говорит, люди сами выбирают быть в невесте или не быть. Он говорит, я не выбираю, я мечтаю, чтобы все попали в мою невесту. Он говорит, будет много спасенных, но невеста это особое, особое место, где у людей, кроме меня, нет никого и ничего. Может быть, вы в своей жизни, братья, не слушали таких тем, которые вот вы слышите сейчас здесь. но я вам просто говорю правду. Я вам просто говорю то, что мне Иисус вложил в мое сердце. Невеста это та, которая влюблена в своего царя. Невеста это та, которая не заигрывает с миром. Невеста знает, что она невеста. Когда моя жена выходила за меня замуж, она была еще девушкой, к ней подходили многие другие подружки ее, и они спрашивали, он твой жених? Вы знаете, что она отвечала? Она отвечала, да. Она говорит, вы видите это кольцо? Мы уже друг другу принадлежим. Еще не было венчания, но мы уже друг другу принадлежим. Она уже отказала всем парням. Она была полностью отделена для меня. Она ждала, когда закончится работа, чтобы прийти домой и позвонить мне. Она писала мне письма каждую неделю. Я делал то же самое. И мы до сих пор любим друг друга безумно. Мы любим, потому что Бог дал нам друг друга. И я вспоминаю то время, когда мы встречались. Мы еще не были муж с женой. Мы еще не есть жена невеста, жена Иисуса. Мы есть невеста Иисуса Христа. Мы обручены Ему и завет этому Дух Святой. Я просто молю Бога, братья. Я молю Бога. Я не хочу кричать, я не хочу знаете, эмоциями брать кого-то из вас. Я хочу, чтобы каждый из вас задумался, хочет ли он посвятить свою жизнь Иисусу. Вы уже спасены, братья. Поверьте, вы спасены. Вы уже в ад не пойдете никогда. Вы уже ада не увидите. Вы с Богом будете. Но сделаете ли вы шаг, чтобы работать для Него? У каждого из вас есть сфера, братья, до которой я не достану. У вас есть окружение людей, до которых я не достану. Только вы достанете до них. И один момент. Господь с меня и с вас спросит за наше окружение. Что мы сделали с тем, что он нам дал? Статистика регулярной церкви говорит, что до принятия водного крещения подростки имеют 90% подростков имели уже сексуальные половые отношения с другим полом. Мальчики с девочками, девочки с мальчиком. Это дети в церквях. Статистика говорит, что 90% братья, это не шутка и это не ложь. Молодежь сексуально активная. и это называется церковь. Три года назад, где-то четыре года назад на другой стороне Америки происходила большая конференция. Конференция Крусейд Билли Грэма. И туда поехали славянская молодежь с разных церквей поехала молодежь славянская. Утром было служение, а вечером они общались. Знаете, как они приехали туда и там обычно снимают гостиницу, отель. И когда они вернулись назад после конференции, только из одной церкви приехало девять беременных девочек. С одной только церкви приехало девять беременных девочек. Братья, если мы возьмем с вами честно, братья, религиозная церковь потеряла всю свою молодежь. Вы мне не верите? Пойдите на улице, пойдите, посмотрите в притоны, пойдите, посмотрите в клубы. Молодежь вся на улице. Жалстки, жалкие горстки подростков еще сидят в церквях, это которых еще, родители их еще могут удержать 12-13 лет. Но когда детям 16-18-20 лет, они уже не слушают родителей, они уходят на улицу. Братья, я молю Бога, чтобы Он поднял людей, которые повлияют на наше поколение. Братья, я молю Бога, чтобы Бог поднял людей, которые отдадут свою жизнь Ему и пойдут для Иисуса. Поверьте, братья, то, что я делаю, это вы даже не представляете, родные, я настолько люблю Иисуса. Я Его люблю без ума. Я влюблен в каждую, в каждое Его Слово. Я влюблен в Его миссию на этой земле. Я влюблен во Его Бога настолько сильно, я даже сам, я даже сам иногда удивляюсь, насколько я просто влюблен в Него. Когда я прихожу домой, я скучаю за Ним, когда я общаюсь, знаете, энкаунтеры, это хорошо Бог нас касается, но когда я прихожу домой, я закрываю свою дверь, у меня есть свой офис, я общаюсь с Ним. Я прихожу домой и говорю, Дух Святой, я так за тобой соскучился. Считайте меня ненормальным, как хотите считайте, мне абсолютно все равно. Я, я вам честно говорю, родные, я пережил встречу с Богом такую, какую я не могу передать словами. Я не могу. Я понял, кто я, и я понял моего Отца. Знаете, один раз я имел неосторожность попросить у Бога дать мне Его любовь. Вы даже не представляете. Иисус меня предупредил, Он говорит, я не могу ее дать. Я все равно просил. Я просил, я просто говорю, Боже, дай мне пережить твою любовь. Мне просто было интересно, братья, как Иисус любит эту нацию. Иисус меня опять просил, Он говорит, не проси, сын, я не могу дать тебе. Он говорит, ты не выдержишь. Я все равно просил, я любил Бога, я говорю, Господи, хотя бы чуть-чуть дай мне пережить. Я любил садиться в машину, и иногда я это делаю тоже сейчас. Я уезжал в лес, там, где никого не было. Я включал музыку в машине, и я просто молился. И в один прекрасный момент опять я сидел в машине, в лесу, в парке, и я говорил, Господи, дай мне Твою любовь. И в этот момент Иисус не выдержал, Он дал мне частицу своей любви, братья. Вы не представляете. Если бы Иисус эту любовь не забрал у меня через одну минуту, я бы пошел и умер за кого-то. Братья, я вам не могу передать, что это такое. У меня осталось сейчас только воспоминание этого чувства. я только потом понял, почему Иисус так ненормально любит нас. Он готов за каждого из вас умереть опять и опять. Любовь настолько сильно вошла в мою внутренность, братья, я говорю вам правду, я не лгу ни одного слова, я хочу, и это не сказка. Ребята, это не сказка. Мое сердце чуть не остановилось. В меня вошла такая любовь к миру, я готов был расцеловать всех убийц, насильников, всех изувеченных, всех, которые самые нечистые люди. У меня была к ним такая любовь. И я чувствовал, что я теряю свой, знаете, я не могу больше вздыхать. мое сердце начало колоть, и я чувствую, у меня сердечный приступ начинается. Я не шучу, братья. И Бог, Он знал, что я не выдержу, и Он забрал. Он говорит, ты теперь знаешь. И говорит, да, Иисус, я знаю. Я знаю, Иисус. И Он говорит, служи мне. Он говорит, паси моих овец. И вы знаете, почему вот я вот это все делаю, братья? Почему я люблю всех, которых я даже не знаю? Потому что когда-то я одну минутку пережил маленькую часть той любви. Если бы Иисус не убрал тогда эту любовь, не забрал ее из моей внутренности, я бы не выдержал, я бы в машине умер. Мое сердце почти остановилось. Хотите верьте, хотите нет, братья, я рассказываю вам историю моей жизни. И с того момента что-то в моей жизни изменилось. Я начал молиться о всех. Я начал молиться о нации нашей, как никогда. Я начал молиться о народе, где я живу, как никогда. Я просто начал кричать до Бога, Бог, спаси мою нацию. Если никто не пойдет, то возьми мою жизнь и используй ее, Иисус. Возьми мою жизнь. если никто не хочет любить тебя и служить тебе, мне все равно, я один буду служить тебе. Я один буду служить тебе. это настолько перевернуло мою жизнь. После того я вернулся домой. Моя мать смотрела на меня, она не понимала, что со мной происходит. Я ходил как пьяный от любви Божьей. Я позвонил на свою работу, потому что я не мог идти на работу. И я взял vacation на одну неделю. Я сел в свою машину, взял маленькую палатку и уехал в горы. И всю неделю я валялся в этой палатке и кричал да Иисус за мою нацию. Хотите верьте, хотите нет. Любовь настолько вошла в мою жизнь, она разрушила меня как человека. Я не мог больше думать о каком-то бизнесе. Все о чем я думал, братья, это о погибающих душах. Все, что было в моей жизни, это умирающие судьбы. Я начал смотреть на этот мир, как смотрит Иисус на него. Я не понимал почему. Я опять выпросил у Бога то, что Он просил меня не просить, и это опять меня изменило. Всю неделю, братья, я не ел и не пил. У меня пропал аппетит, у меня пропало все. Я не хотел пить, я не хотел есть. Я валялся в моей палатке, в этих горах, и кричал Бог, спаси мою нацию. Много лет назад Иисус мне говорил, подожди сынок, я скоро приду, я скоро буду действовать. И когда мы начали эти энкаунтеры, когда в Вашингтоне не было еще ни одного энкаунтера, никто ничего не делал, мы взяли это ведение. Потом многие другие церкви переняли это ведение, слава Богу. Слава Богу за это, что еще есть церкви, которые не стесняются делать энкаунтера. Я сказал Бог, вот это время, где я смогу служить Тебе. Человек за человеком, семья за семьей, душа за душой мы приводим к Иисусу. Все, что братья я могу вам сказать, это только свою историю. Но вы должны сделать выбор своей жизни. И от выбора, который вы выберете, сделаете выбор этот сейчас, будет зависеть вся ваша жизнь. Я вам сразу скажу, братья, моя жизнь нелегкая. Я никому не пожелаю моей жизни. Но родные мои, моя жизнь такая счастливая. Вы даже представить не можете. все, что я делюсь сейчас, братья, я делюсь только самыми простыми вещами. Так как я хожу с Богом и общаюсь, я с вами даже не могу поделиться, потому что многие из вас меня не поймут. Я ненормальный во имя Иисуса. Никто не знает моей тайной жизни с Богом, я никому ее не расскажу. это моя личная жизнь. Все, о чем я вам хочу сказать, братья, Бог ищет людей, Бог ищет человека, который поднимет руки и просто от всего своего сердца скажет, вот я, возьми меня и используй меня. Все, что вам нужно, братья, когда мы будем молиться сейчас с командой, заведением, все, что вам нужно, прийти сюда, встать на колени, поднять руки и сказать от всего своего сердца, Иисус, я хочу слушать Тебе, я хочу всю мою жизнь отдать Тебе. И потом, братья, я вам серьезно говорю, потом даже вы сами не сможете ничего сделать, Бог укажет вам путь и поведет вас так, как вы даже может быть не думали. Братья, но в этом счастье. Вы даже не представляете, братья, я еще молодой мужчина, я молодой парень, я, если так честно взять, по большому счету, я только начинаю. Но, родные мои, даже если сейчас Бог заберет меня из земли, я чувствую такое удовольствие, что уже спасены тысячи, если не через энкаунтер, то через диски, через кассеты, на Украине и так далее. Я Богу один раз сказал, когда я молился, не дай мне прожить мою жизнь впустую, не дай мне уйти из этой жизни не пустым Иисусом. Сколько я был на похоронах христиан, братья, сколько умирало людей, и я приходил, я уверен, и вы были на похоронах, церкви кого-то хоронят, мы приходим. Я видел похороны сотни людей на Украине, здесь, постоянно мы ездим на похороны, что-то происходит. Я не видел ни разу, братья, не видел ни одного христианина, за которого вы были. на похороны которого пришли бы тысячи и стали на колени и сказали, Бог, мы благодарим Тебя за служение этого человека. Если бы не он, нас бы сейчас здесь не было. Я говорю, Бог, дай мне прожить мою жизнь так, чтобы когда я умру, кто-то отблагодарил Тебя за меня. я не хочу, чтобы на моей надгробной доске было мое имя, фамилия, дата рождения и дата смерти. Я хочу, чтобы где я умру написали еще что-то. Братья, это все в ваших руках. Все, что я вам говорю сейчас, это то, как я хожу с моим Богом. Я не рассказываю вам сказки, я не пришел сюда для этого. Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что Бог ищет человека, который отдаст свою жизнь Ему. Так мало в жизни людей, которые посвятили свою жизнь Иисусу. Так мало христиан, с которыми я встречаюсь, которые вообще говорят об Иисусе. Практически, когда я прихожу в христианское общество, я слышу темы обо всем, но только не о Боге. Я слышу разговор о бизнесе, о домах, о машинах, о детях, о семьях. И вы знаете, они все оживленно говорят, но как только я говорю, ребята, давайте поговорим об Иисусе. Что Он сделал в вашей жизни? Настает гробовая тишина, ни у кого не о чем говорить. Люди пустые. И говорю, Бог, пожалуйста, пусть моя жизнь повлияет на жизнь хотя бы одного человека, одного, и для меня уже будет достаточно. за не меня сидит небольшое количество людей, которые так же само отдали свою жизнь Иисусу. Так же само сказали Ему Отец, мы принадлежим полностью Тебе. И я уверен, в каждом из них они пойдут на смерть за Иисуса Христа. Братья, мы будем молиться. И я попрошу вас, когда вы выйдете сюда для этой молитвы, знайте, что эта молитва самая важная на энкаунтере. Самая важная молитва на энкаунтере это вот это. Потому что здесь Бог стучится к твоему сердцу. До этого, ребятки, Иисус все делал для вас, очищал, освобождал, касался вас. На этой молитве вы даете обещание жить для Него. Пожалуйста, братья, на эту молитву выйдете только те, которых коснулось это Слово, которых коснулась эта тема. Я не могу даже назвать это темой, братья, это моя жизнь, это мое сердце. То, о чем я говорю сейчас, это пережито моей жизнью. И я прошу вас, когда вы будете молиться, вложите в эту молитву самые прекрасные слова, самые прекрасные слова. давайте мы все встанем сейчас. Поклой нас своей славой, Иисус. Без тебя, Господь, наша жизнь не имеет значения. Кознись каждого мужчину в этом зале, Иисус. Я прошу тебя, казнись каждой жизни до такой глубины, как никогда раньше, Господь. Пусть это, Господь, мое слово, которое вышло от тебя, изменит судьбы, Господь, изменит жизнь, Иисус. Я прошу тебя, Господь, мы за сердце каждого мужчины, Иисус. Пусть каждый, Господь, мы посвятим всю свою жизнь тебе. Наше поколение так нуждается в тебе, Иисус. Наше поколение так нуждается в тебе, Иисус. Наше поколение так иссохло, Господь. Наше поколение так потеряно, Господь, я прошу тебя, Господь. Подними их еще, Господь, мы мужчин, которые будут слушать тебе, Иисус. Я прошу тебя, дорогой Господь, пусть придет, Господь, придет, Господь, твоя любовь, придет, Господь, твоя слава, придет, Господь, твоя сила, на жизнь каждого мужчины, Иисус. Ты знаешь, Господь, как не достает делать ли в твоем царстве, как их мало несут. я прошу, пусть через это слово, которое коснется еще многих людей, Господь, изменится жизни, изменится судьба, Иисус, изменится полностью судьба. Пусть каждый из нас будет носителем славы твоей, пусть каждый из нас будет носителем славы твоей, пусть это введение прямо сейчас ворвется в сердце и твоя любовь, пусть каждый из них заимеет сердце отца, пусть никто не проходит мимо брошенных, мимо погибших, которых оставили все, я прошу тебя, Иисус, дай нам сердце, которое будет любить так сильно, дай нам сердце Иисуса Христа, дай нам сердце Иисуса Христа, дай нам сердце, дай нам сердце, пусть придет полностью переменам в нашей жизни Дорогой Иисус, Дух Святой, я так люблю тебя за то, что ты, Господь, касаемся Дух Святой, я так благодарю тебя за этот прекрасный энкаунтер, я так благодарю тебя за ту силу, которую ты изливаешь на каждого Господь, я так благодарю тебя за то, что каждый энкаунтер приобретает особую силу, Господь, спасибо тебе, и я знаю, что здесь на этом месте есть мужчины, которые так сильно жаждут тебя, Иисус, пусть Господь придет любовь твоя, Иисус, пусть они будут жить только для тебя, пусть их жизнь будет посвящена только тебе, потому что только в тебе есть счастье, В тебе есть счастье, в тебе есть счастье, Господь, в тебе покой, Иисус, в тебе сила, спасибо тебе, Иисус, наполни нас до такой степени, что нам никогда не захочется больше в мир, даже запах этого мира пусть будет противен нам, даже запах греха будет ненавистным Господь в нашей жизни, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, пусть запах этого мира будет запахом смерти для нас, пусть никто из братьев Господь никогда не вернется назад, потому что Господь там смерть, там разруха, там проклятие, только в тебе счастье, я прошу тебя, пусть после этой встречи, Господь, каждый мужчина приедет новым человеком, с новым мышлением, с новым разумом, пусть придет любовь в жизнь каждого мужчины, любовь к своим женам, к детям, к родственникам, Господь, к родителям, я прошу тебя! Сверхъестественная любовь, Иисус Сверхъестественная любовь Сверхъестественная любовь Сверхъестественная любовь Я прошу Тебе, Иисус Да придет царство Твое на эту землю Да придет царство Твое на эту землю Я так мечтаю, Господь, что ты еще поднимешь мужчин Которые отдадут за тебе полностью Независимо в каких городах мы живем или в каких штатах Господи, подними еще мужчин, Господь Которые не будут служить тебе из-за выгоды, из-за корости У которых будут чистые мотивы только пославить имя Твое Потому что ты силу свою даешь только тем Кто бескорыстно служит тебе Ты благословляешь только тех, которые отдали свою жизнь тебе И твоя слава следует только за теми, которые принадлежат тебе Дорогой Иисус, дорогой Иисус Дорогой Иисус, ты такой прекрасный Иисус Дорогой Иисус, пусть это слово изменит судьбы и жизни людей Я прошу тебя Я прошу тебя Я прошу тебя За все, любимый мой Тебе вся слава За все, любимый мой Принадлежит вся слава тебе За все, что ты делаешь в нашей жизни Мы отдаем всю честь тебе Мы поклонники Твоей на всю нашу жизнь На всю нашу жизнь Мы Твои поклонники Любимый мой Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе Спасибо, родной мой, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо тебе, Иисус!